Всем привет! Очень долго все ждали официальной инфы по FIFA 21. EA Play показушно переносилась в знак борьбы с расизмом и насилием. И вот пришло время выхода официального трейлера. Нас подогрели тизером, в котором намекнули, что акцент в трейлере будет сделан на Next Gen. Что же мы получили в итоге в этом трейлере? Да полную шляпу. Давайте подробно разберем весь этот фарс от EA и попробуем понять, что же нас ждет в следующем выпуске игры. Предлагаем вам после просмотра ролика обсудить в комментариях увиденное. Понравился ли вам трейлер или разочаровал? Для начала отметим, что тем смельчакам, которые решили дождаться стрима EA блока FIFA 21, пришлось ждать почти час. Ну и первый шок от этого ожидания это то, что разработчики даже поленились сделать отдельный трейлер для FIFA 21, совместив его с трейлером и для Madden. Зачем помещать в один ролик презентацию игр о двух таких разных видах спорта огромный вопрос. С таким же успехом можно было поместить FIFA в общий ролик с Battlefield. И для пущей эффектности сделать так, чтобы в нем Сон Хэн Мин стрелял из снайперской винтовки. Да даже начинается трейлер не с привычного нам футбола, а с американского. Первый кадр сокера появляется на девятой секунде. Там идет матч Борусия-ПСЖ и Рафаэл Гирейро разбирается с Тиагу Силвой. Лицо Гирейро, конечно же, оставляет желать лучшего. Дальше идет неизменный атрибут всех трейлеров от EA. Женщины, афроамериканцы и прочие элементы равенства. 25 секунда нас возвращают к футболу. Мокрый Мбаппе хитро готовится к удару. Это оказывается пенальти в поединке ПСЖ и Ливерпуля. Дальше идут пафосные понты от монтажеров и дизайнеров. И следующий футбольный кадр это сейф Яна Облака в обратной перемотке. Оказывается, что пробивал поворотом Эден Азар. После перебивочки вещами из Мэден снова немного футбола. Это стадион Борусии-Дортмунд с новыми фанатскими перформансами. Потом толпы фанатов в районе Энфилда и сам красивейший Энфилд, переполненный болельщиками. Красиво, конечно, но ввиду карантинных ограничений и новой реальности без болельщиков на стадионах, выглядит это очень кощунственно. Ну и фанаты вроде как показаны по-новому и красиво, но лица у них все те же деревянные и бездушные. Следующий футбольный кадр Мбаппе радуется забитому пенальти. Ну а чего бы и не порадоваться, если Киллиан, собственно, даже не исполняет пенальти в ПСЖ. В этом сезоне у него нет ни одного гола с точки ни в чемпионате, ни в ЛЧ. У парижан там была целая очередь из Неймара, Ди Марии и Кавани. Ну а зачем и Эй-реализм? Так же красивее. Так, что дальше? Тоттенхэмман-Сити, Лукас борется со Стерлингом. Покатился, конечно, красиво. Здесь Ван Дейк выигрывает воздух у Атаменди. Эмре Джан идет в подкат против Баркли. И снова фанаты на стадионе. Парочка кадров из реального футбола и на этом, казалось бы, все. Но самое интересное наступает уже в конце. Во-первых, здесь залетает приписка о том, что геймплей находится в стадии разработки. А во-вторых, лого Фростбайта. Все старания инсайдеров, которые форсили новости о переходе на Unreal Engine 5 и о том, что EA поняла беспомощность своего движка, помножились на ноль. В трейлере снова заявлен Фростбайт. Ну и это фиаско, братва. Если на консолях нового поколения есть шанс дождаться чуда, ну типа EA сможет выжать из своего старого доброго движка на новых мощностях нечто большее, то на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, очевидно, мы дождемся только смены цифры в названии игры. Так что смиренно готовимся к очередной FIFA 17. После повторного просмотра трейлера можно, конечно же, похвалить тех специалистов, которые его собирали. Все сделано очень качественно. По звуку, монтажу, атмосфере и прочему антуражу здесь вопросов нет. Но по всему остальному остается громаднейший осадок. Интересный момент можно выделить для русскоязычной аудитории, на которую EA положили громадный болт. В трейлере много различных пафосных фраз и неплохо было бы снабдить его субтитрами. Да, они-то есть, но русскоязычные отсутствуют. Зато есть датский и норвежский. Ну, кто больше бабла приносит разработчикам, тот и заказывает музыку. Вообще, позиционировать трейлер под лозунгом «Почувствуй новый уровень» и заявлять игры для консолей нового поколения, чтобы в итоге показать больше кадров из реальности, чем из игры, это какой-то новый уровень дичи. Контента у электроников оказалось настолько мало, что пришлось запихивать две игры в один ролик. И это только усугубило положение. Соотношение по лайкам и дизлайкам под трейлером на момент создания этого ролика еще достаточно лояльное, что в принципе удивляет. Нет мощного негатива, не нужно особо и стараться, думают в EA. И продолжают нам скармливать не пойми что, зарабатывая на этом бешеные бабки. И лично мы уже почувствовали новый уровень, как и призывают нас в трейлере. Новый уровень разочарования. Продолжаем ждать перемен и надеяться на чудо.